Сахаров был захвачен наемниками, и теперь он вынужден проводить свои эксперименты под надзором наймов, а найма ему помогать. Сейчас профессор отправил его в лабораторию, чтобы найти необходимые инструкции. Если не смотрели прошлой серии, то в описании вас ждет плейлист, переходите в него. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Итак, мы находимся в каком-то странном подземелье, здесь у нас также где-то пищал артефакт. Нет, нам туда нельзя. Окей, значит вперед. Аккуратненько. Тут у нас множество жарок, но, кстати, по всему, артефакт где-то на этажах выше, я не знаю. Так, запихнули тайник, но ингредиенты для крафта я брать не буду. А вот бинтики я стырил, да. Где-то здесь, что ли? Наверху? Да, смотри, тут каменный цветочек был. Прикольно. Окей, посмотрим, что тут. Тут сразу аномалия нас встречает. Так, а куда нам нужно идти? Ага, вот сюда. Отлично. Да, я помню эту лабораторию. Ой. Это шокосцена? Это что? Кстати, а что за чуворло там впереди было? Мне показалось или тут силуэт был? Не знаю, возможно, мне показалось, но записи пересмотрю. Так, окей, значит, надо где-то искать тут инструкцию. Ну, тут мистика грёбанная, ёпта, блин. Не бесите, дураки, пугать меня. Так, что у нас тут? Вот инструкция. Отлично. Те остальные части дневников, но они на карте отмечены, в принципе. Лаборатория М0, код неизвестен. Ага, можем ещё и код получить к сейфу. Жёстко-пси-активатор, сыворотка, аптечка. Всё забираем. Кристалл какой-то. Так, ну код, надеюсь, мы выясним попозже. Давай пока сюда не пойдём. А спустимся тут вниз. А, тут нельзя спуститься вниз, да? Поэтому придётся идти туда. О, тут ещё один тайник. У него опять бинты и ингредиенты для крафта. Блин, лучше бы серьёзно что-то другое в тайники положили бы. Крафт на самом деле не так уж и нужно, как по мне. Ну, я скрафтил там 7 штук бинтов, да? Ну, я бы успешно и без них прожил. А так ты просто таскаешь с собой эти ингредиенты и непонятно, когда они тебе пригодятся, когда не пригодятся. Тупо вес лишний накидывают в рюкзак и всё. Надеюсь, не будет никаких квестов, связанных с ингредиентами. Иначе я просто выпилюсь из этого мира так невник исследователя. Заметки я читать не буду, не люблю я это дело. Это уже для таких лютых задриков. Так, ладно. О, туда можно пройти, но мы пока не будем. Пойдём-ка вот сюда. Туман тут везде, умля, страшно. Так, вот ещё один невник. Кристалл опять какой-то. Чё ты ещё за кристалл, чё он даёт? А, это ингредиент? Я думал, это типа анабиотик. И выбросить его уже нельзя теперь, да? И вот эти вот тоже ингредиенты для создания предметов. Каких нахер предметов? Ты что, конь? Можно ремонтировать, кстати, через вот этот набор. Вот это вот удобно, да? Возможно, можно что-то пособирать, чтобы отремонтировать свой комбезик, но не больше, не более. Типа нужна кожаная ткань. А вот это вот что такое, я не знаю. Давайте посмотрим. Это бронепластина, ага. Ткани бронепластины. Но если я найду, я возьму их. Чисто для починки своей броньки. А то она немножечко уже, да, истаскалась. Ещё один дневник. И ещё один дневник. А, всё. Взять из сейфа ключ. Ага, в смысле? А, я то есть пароль узнал? Личные заметки. Лаборатория М0. Ага, вот тут всякие записи тоже читайте на паузе, чуваки, если хотите. Мне как бы, ну, помедено всё это, да? А, подожди. А где четвёртая часть? А, вот четвёртая. Странно что-то, в каком-то странном порядке. Первая, вторая, третья, пятая, шестая, четвёртая. Вот пятая, и, судя по всему, шестой код, да? Да, код 456-34-54. Ну, я ничего не запомнил, потом ещё раз посмотрю. Ну, тут, кстати, есть чистая ткань. Давай возьмём её немножечко. Штучек 4. А бронепластины, подожди, что-то пропустил. Вот тут есть бронепластины. Нет, только сухие препараты и так далее. Окей, давай ещё раз посмотрим код. 45-63-45-63-454. А, я думал, вводить надо будет. Получен предмет основы препарата М0. Обнаружены предметы ключа второго яруса в лаборатории. Цепь препарата М0. Понял. А чё это у меня тут отмечается такое непонятное? А, это инструк... Эти. Я понял. Так, чё? Ничего не понял. Создание предметов, медикаменты. Нет, патроны тоже нет. Интересные места, личные заметки. Лаборатория М0. Да, тоже ничего нету. Чё там дальше? Воссоздать препарат М0. В сейфе я нашёл основу для препарата и подробнейшую инструкцию. Думаю, в лаборатории есть всё, что нужно для создания М0. Немного терпения и аккуратности всё будет в порядке. Понял. А можно на этот рецептик взглянуть будет? Или как? Чё я должен создавать? Какие в жопу рецепты? Чё-то реально не въехал. Какой рецепт? Куда он мне записался? У меня вот тут только самые бомжатские приколюхи. Может через... А, вот, 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 вот. А, смотри, вот эти вот таблетки, которые я собирал, они всё-таки нужны, да? Создать, давай. Отлично. Препарат М0. Принять его теперь. Чё-то я не доверяю этим препаратам вашим всяким. Ну, давай. Чё-то это, по-моему, наркота какая-то. А, ясно. Ну, пацаны, не кидайте на свайбу, матерям ещё нужны. Или чё там сейчас употреблять, я не знаю. Так. Найти бумагу. Новое задание. Круто. Туалетную? Зачем она мне? Ой, это чё, типа, мне плохо? Бежать. Куда вперёд? Куда бежать? Ой, блядь. Что-то непонятное, но говорят, бежать вперёд, наверх. Охота. Что за бред? У меня, кажется, реально глюны какие-то, и я получаю какие-то странные квесты. Охота, свежее мясо, кровь. Что ты несёшь? Рвать. А, понял. Дистанцию, жертву, плоть человека. Не попасться. Кому? Блядь. Чего тебе, чужак? Припасы поделены, не лезть тебе не достанется. Нажмите А, чтобы показать, кто тут главный. Мне нужны не ваши припасы, мне нужны до... Как их, короче? Мясо. Ваше мне не надо. Нажмите А, чтобы высушить невнятное бурчание этого куска дерьма. К хренам раздавлю, если хоть посмотришь направление наших запасов. Нажмите А, чтобы постараться не раздавать эту никчёмную свинью. Прямо здесь и сейчас. Подвинься, здоровяк. Нажмите А, чтобы придать этой туши небольшое ускорение. Ля, что я вдолбил такого, что я с кабанами общаюсь? Ёб твою медь. Здравствуйте. Что за бредятина? Нифига себе, Бюрр, мы с тобой на одной стороне? Вот это да. Привет, химерка. Что скажешь? Вы, бляха, не пугайте так, пожалуйста. Охереть тут аномалий. Кровосос, лютый похититель на сва. Я тебя могу рассмотреть прямо вот так вот в упор. Так, найти документы для Сахарова. А, всё, меня отпустило. Голова раскалывается. Что это за препарат такой? На двери были царапины, голосовые связки сильно, дико болят. Голос сорван и на губах кровь. Неужели это я? Не знаю, лютость какая-то. Ну, друзья, всё ещё мне мутанты, да? Сноурчик тут. Слушай, а ведь неплохо так придумали, да? Тупо взял и обошёл всякий геев. Это что тут валяется? Анатолий Леденцов. Ага, я тоже теперь валяюсь рядом. Понятно, как сдох Анатолий Леденцов. Тоже любопытный дебил. Кажется, у тебя нет ни одной целой косточки. Причём внешних ран нет. Зверь постарался. Новый рецепт армейская аптечка. Окей, понял. Так, о, научная аптечка. Я так и не понял, кем я стал. Это что такое? Рецепт, заказавление аномальной гранаты. Ну, давай. Она мне, конечно, не очень-то нужна была, да? Ещё один учёный сдох кольцов. Результаты работы в лаборатории М0. Большая часть терминологии мне не знакома. Понятно одно. Сотрудники лаборатории трудились долго и упорно. Каких результатов они добились? Это может понять только Андрей Дмитриевич, но уж никак не я. Понял. Обнаружено. Код выхода из лаборатории. Кулаки крепко сжаты, чтобы достать документы. Пришлось до сухих щелчков разжимать порно... А, парню пальца. Так. Витамин Степаненко. А, Вениамин. Витамин, бля. Учёный надел чистую форму. Когда исконился на тему, заметил, что тело под одеждой превращено в одну сплошную рану. Некоторых кусков не хватает. Ёпта. Да, а вот и, кстати, анальные гранаты. Ой, аномальные гранаты, в смысле. Круто было, ничего не скажешь. Ты кто такой? Вита... А, Вениамин Чириков. Форма будто только из химчистки, а вот всё, что под ней, будто только из мясорубки. Да, жесть какая-то. Тут вот тоже пельгик. Лицо искажено на внутренней поверхности, ушей какое-то не слишком приятное, светлое месиво. Да, Владимир Богомолов. О, броник. Неплохо. Хороший товар. Ну, будет ещё, заходи. А, пройти можно? Я так понимаю, что нет. И всё, это вся лаборатория. Хатьфу. Ну, а что у меня мутанты? Всё, теперь окончательно, друзья. Пацаны, пацаны. Кстати, предлагаю разобрать на тряпочке наш... Надо это что? Наш кожный плащ, потому что... Да нахрен оно надо. Зато сможем, кстати, по-моему, чинить теперь наш броник, да? Что там для него надо? А, пока не пишется, потому что он целенький. Но я думаю, то же самое. Ткань и бронепластины. Вот мы разобрали кожный плащ, и теперь из этого всего сможем починить, в случае чего, наш берилл, который в 100 раз лучше. Ну, а сейчас мы возвращаемся, наверное, да? Так, ввести код. Ой, опять. Ой, блин. Зачем пугать так? Ого. Ты что, джедай? Что ты меня швыряешь? Ну, тварь тупая. Убить зверя. Зверюга. Ты где? Я тебя не вижу. А, он вижу. Слышь? Ты куда? Ну, давай, давай, нападай. Я тебя так накостыляю, что мама родная не узнает. Я его слышу, но хз где? Короче, я поднимаюсь к тебе, тварь. Анальную гранату не хочешь? Ой, то есть аномальную гранату. Я тебе сейчас такую жару задам. Ты где? На нахер. И вы что там разорвали? Серьезно? А, нет. Игра душ. Начало. А, название проекта. Больно. Название проекта. Название мода скорее. Убить зверя. Ну, давай, давай. На. Чё? Кто ты такой? Я, Флодара. А ты? Чё ещё происходит? Глубины разума. Вынырнуть. Это всё прекрасно, но собака, куда вы мою ЛР-ку дели? Вы, твари, не люди. Бляха, муха. Капец. А где моя ЛР-ка теперь? Вынырнуть. Зверь исчез, хоть я и готов поклясться, что нашинковал его в мелкую капусту. Такие повреждения несовместимы с жизнью. А был ли он вообще? Не знаю, может, я всё это время всё ещё под насваем был. О, вот моя ЛР-ка. Фух, слава богу. Ну всё, валим отсюда. Всё, тут же больше никого нет. Никаких, бляха, галюнов. На переходе в аномалию попасть? Ну да, только я так могу. Всегда он стал, кстати, восстановленный. Старый недолг. Освободи сталкер из плена. Жора вымпел. Шифт, мы поймали... Ой, шифт, какой... Что вы поймали? Подожди, я санитаря вышел. Чё там такое? Шифт, мы поймали Лукаша. Слышишь, самого Лукаша, принимай работу. Спаси сталкер из плена. А зачем я Лукаша должен спасти? Ну ладно. Так это жопа вымпел или кто он там? Жора вымпел, я забыл. Жопа вымпел, да. Я ж с ним знаком, по-моему. С игры душ, разу нет? Поговорим. То есть ты только что в упор меня не видел, хочешь сказать? Давай гранату свою. У меня есть анальная граната, жаль я её не кинул. А, нету. Я же всё истратил. Так, ну я ЛР-ку себе оставлю, но мне больше нравится, чем сик. Чё, Лукаш, Лукаш тоже стоит, смотри, типа, лично мне поеб... Ты? Опять ты? Что бы тебя черти драли? Даже не представляешь, насколько ты не вовремя. Лукаш? Подожди, Лукаш, там собачки? Мне это не очень нравится. Чё, они сюда придут? Ну, зная свою удачу, они, конечно же, загорятся на меня за полкарты. Лукаш? Хрен, Лукаш. Опять, б***ь, ты, Немо. Каждый раз ты появляешься, и у меня начинается натуральный трындец. Я здесь не просто так землю разглядываю. Ещё чуть-чуть, и появился бы босс этих бандитов. Что, разумеется, закончилось бы тем, что ты покоршил бы его в капусту. Не я, мои ребята, что сейчас ждут неподалёку. Как видишь, не все бойцы пошли против меня. А ведь я здорово виноват перед тобой за то, что произошло на складах. Скажи, как я могу отплатить тебе? Всё не так паршиво, как выглядит, уж поверь. Но за тобой должок, тут ты прав. Хочешь отплатить, у меня к тебе предложение. Слушаю. Сперва давай свалим отсюда, светиться тут ни к чему. Поговорим где спокойнее, веди. Теперь можно немного расслабиться и поговорить о деле. Ты вещал что-то про лидера местных бандитов, если я правильно понял. Верно, насколько я вижу, Янтарь и окрестностей стали последним пристанищем всевозможных ренегатов. Ведь мы с ребятами теперь одни из них. И приложил к этому руку ты, Немо. Не я, а Шершень, он провёл всех. В любом случае, это дела, пусть и недавно, но минувших дней. Сейчас есть куда более насущные вопросы. Когда мы приползли сюда после складов, то хотели высрапать себе немного места под солнцем. Хоть оно тут и не частый гость. Дай угадаю, начались проблемы. Закономерно. Так всегда было и так всегда будет. Сюда приползли отморозки аж из самой тёмной долины, почти в одно время с нами. Их вёл некий шифт, вооружены как черти прямиком иззады. Я потерял нескольких ребят. Решил договориться с ними? Это они так думали. Я всажу в шифта пулю, как только представится возможность. И думаю, ещё не всё потеряно. Доклада от моих ныне мёртвых надзирателей о моём уходе не поступило. Логичный, так ли? Кроме того, они все были в масках. Никакими кодовыми словами во время радиообмена не пользовались. Хочешь примерить чёрный плащ? Нет, мне придётся остаться в зелёном. Буду приманкой и избитым до крови гарантом того, что всё идёт их по плану. По их плану. Возьми никос де-ле-фа-лос феррум. И начинайте пока с мод. Только не забудьте спрятать тела, понял? А, во, мы бандиты. Ой, подожди. А кто я? А, спрятать тело. Да, без проблем, давай. Я помню, в игре тоже были квесты на то, чтобы кого-то там унести, да? Какой-то труп. И вот это всё перекочевало, получается, да? Ну, таскались бы ещё трупы в сталкере нормально. Уж тем более в Зою Припяти то было бы вообще шикарно. Давай тащим за ногу. Тащим, тащим, тащим. Так, бандит. Это выбросим. Нахера нам надо, согласен? Давай аккуратненько. Вот сюда приземляйся. Приготовиться к встрече с бандитами. Так, сейчас, сейчас. Макияж. Декорации расставлены. Ждём нашего единственного зрителя. Зрители чуть больше, чем ожидалось. Без паники. Мы свобода. Они всего лишь подозрительные бандюганы. Да. Ой-ой-ой. Идёт ко мне, говорит. Смотри. А чё ко мне-то сразу? Ну да, и же главный герой. Хрена себе, вымпел. Не думал, что ты на что-то годишься. А вот он как повернулась. Главную шавку поймал. А да мне на блюдечке принёс. Хорош. Рад стараться, шифт. Останьте здесь пока что. Он по-любому не один. Если кто вяжется за нами, знаете что делать. Знаем. Убить шифта. Ну круто. Мне теперь херово из-за этого препарата санового, который я когда-то принял. Не слабо тебе зона прижала, Нема. Во время мясорубки на складах ты был совершенно хладнокровен, по крайней мере с виду. Я знаю. Эх, молодёжь, нервы лечить надо. Держи вот. Не скажу, что ты вдруг стал мне по душе, но по крайней мере у тебя. Но по крайней мере у таких стариков, как я, появился шанс даже после раскула. Мне жаль, что так вышло, Лукаш. Верю. Такого дерьма ты явно не хотел. Да и никто, наверное, не хотел бы. Кроме тех, разве что кто устроил его. Никогда никого не душил, знаешь ли. До смерти имею в виду. Мало чего бы из жизни, а этого вот до дрожи в коленках. А Шершня и его начальство с радостью бы. Может как-нибудь и доведётся. Не теряй надежду. Куда вы дальше? Неподалёку есть местечко? Какое именно? Прости, не скажу. Чем меньше людей о нём знает, тем меньше мрази о нём знает. Последние к тебе не относятся, но всё же. Скажу только, что теперь Шив с его бандой нам не помеха. Доброй дороги, сталкер. Доброй дороги, свободуис. Крюгер, тут какая-то хрень. Бегом в мёртвый город. Вот, на базе лучше пока не показывайся, а то по прямому ко мне. Сик Трансит Глора Мунди. Встретиться с Крюгером. Самая приятная часть работы, отдать документы Сахару. А, почему приятная? Куда дальше? Очки перемещения? Очка? То есть я ещё и не смогу постоянно перемещаться? Какие-то очки перемещения? Что? Ладно. Но это интересно. Так, чё там? Крюгер сказал сразу к нему идти. Мой куратор вне себя. Что-то произошло. Он ждёт меня. Ага, понял. Ну давай. Короче, вот Крюгер стоит здесь. Чё стоишь? Не, ну ты видел? Что? Вот и я не видел. Моррин взял меня в качестве прикрытия. Встреча должна была состояться на крыше. Но монолитовцы взяли его под белые рученьки. А, ручонки. И тут же увели его с крыши, как только он появился на ней. Что случилось, я не знаю. А в чём, собственно, проблема? Ты просто не слышал, как вдохновенно он вещал, что отправит? На секундочку. Одного агента для того, чтобы завалить бармена. Главу долгую, чуть ли не перевернуть мир к чертям псевдособачьим. Он будто сбрендил. Можно подумать, что раньше он являл собой образец здравомыслия. В том-то и дело, что да, являл. Низшему составу группировки о планах не докладывали. Но Моррин планировал сворачивать всю эту лавочку. О чём ты? Отойди в сторону. Наемники всегда были совершенно неуловимы. Мы просто отказались бы от заказа. И чёрт из два нас кто бы достал. Слишком большие потери мы понесли. Дальнейшее развитие конфликта могло бы стать фатальным для группировки. А теперь Моррин, значит, рвётся в бой с пеной на губах? Ты прав, странная хрень. Вскрылась новая информация. Ему заплатили больше? Не хочу его сильно идеализировать, но конкретно в данной ситуации его деньги не заинтересовали бы. Для него синдикат является всем. Не будет его, не будет Моррин. А такими темпами от синдиката уже через пару недель не останется никого. Мля, небытие Фишером Немо теперь будет чуть сложнее. Гениус пишет. Кого? Значит, хочешь узнать, что произошло на встрече? И идти туда предстоит мне. Мне показалось, что я видел кое-что. Если я прав, то мы сумеем узнать, что произошло на встрече. Подробности позже. Не хочу попустно молоть языком. Вот, возьми антидот, без него ты там долго не протянешь. Понял, смотри в оба, не пропусти то, что хочешь увидеть. Эмммм, окей. Я на месте, не заметил ничего необычного. Крюгер? Да-да, прости, неудобно печатать одной рукой. А вот я кое-что заметил, вернее, кое-кого. И этот кто-то сейчас наблюдает за тобой. А я за ним. Две новости. Можешь начать с первой. Я не держу его на мушке, ибо далековато. Вторая новость, он держит на мушке тебя. Условно. Он смотрит на тебя в бинокль. Мог бы этого и не говорить. Теперь ты делай вид, что ничего не происходит. Спускаешься и крадешься к зданию школы. Крюгер, актер на публику из меня. Твою поперек, он тебя раскрыл. Времени ноль, ползти через здание некогда. Хватай ноги в руки и прыгай вниз на козырек подъезда. Говорил же. Ёп, твою медь. Какой, какой козырь? Блять, короче, вниз просто. Здорово, педики. Привет. Че, куда? Догнать наблюдателя. Вернись. Стой с... Бегаешь ты так себе, Немо. Благо я успел вовремя. Сейчас мы с ним поговорим, но не на базе. Остальным знать ни к чему, особенно Мурону. А я же его убил. Ну ладно. Вано? Ты ли это? Вот же черт упертый. Пришлось вспомнить былые навыки. Не самая приятная часть моей биографии. Даже знать не хочу. Вот серьезно, не хочу. Все строишь из себя мальчика на белых перчатках. Ничего, рано или поздно перестанешь. Может даже извинишься передо мной. Про губозакатывательную машинку. Слышал? Теперь слышал. Что с пленным? Обработал его. Думаю, теперь на вопросы будет отвечать четко и коротко. Если нет, то добавлю. Побеседуй с ним, а я посижу послушаю. Палачи тоже устают. Кто ты такой? Меня зовут Нерон. Мы знакомы. Встреча наемников на дикой территории. Думаю, мы загорали на соседних крышах. Что ты тут забыл? То же, что и тогда. Разведка. Сбор данных. Тебя послал бармен? Да. Он. Что ты видел в том здании? Наемник зашел в здание. Встретился с отрядом монолита на крыше. После чего они спустились обратно в здание. А дальше? Несколько монолитовцев разом набросились на него и сорвали с головы шлем защитного костюма. Думаю, был последним, кто видел его лицо. Кислота начисло выжгла кожу. Дальше фанатики надели что-то ему на голову. Какой-то венец. Не знаю. Нацепили шлем обратно. Наемника всего выгнуло. Как будто его конечностям примагнитились цельные тросы. И кто-то на том конце потянул за них. Потом он выпрямился и повернулся к монолитовцам. Я думал, что тут ими кирдык. Но он только сделал какой-то жест. Я не отглядел, как именно. Дела, ты слышал о чем-то таком прежде? Нет, что со мной будет? Посидишь тут пока, а дальше видно будет. Узнать мнение Крюгера? Да всем пофиг на твое мнение. Дела принимают скверный оборот. Совсем скверный. Если это то, о чем я думаю, то теперь мурон будет использовать наемников как пушечное мясо. Разве это плохо? Во-первых, это пушечное мясо может дать прикурить семы каждому в зоне до того, как протухнет. Во-вторых, эти ребята мне не совсем чужие. Я не хочу смотреть, как их отправляют на бойню. Со вторым пунктом не согласен. Во-первых, звучит разумно. Ты что-то говорил про смену власти в синдикате наемников? Говорил, но это нужно продумать. На нас указывать не должно ничто. Если покушение сорвется, мурон нас закопает. В себе он или нет, но за ним стоит не толпа старушек с палками, а синдикат наемников. Какими бы тертыми калачами мы не были, но прямого столкновения нам не пережить. Хотя прямого столкновения и не будет, Немо. Нас просто убьют. Не знаю где и не знаю как, но... Крюгер, успокойся. Я прочувствовал серьезность этого момента. Давай-ка лучше мыслить по существу. Тоже верно. Итак, со сталкером нам предстоит долгая обстоятельная беседа, подкрепленная тренировками. Мне придется на некоторое время покинуть базу. С муроном я этот вопрос утрясу. Подучу место подачи от базы и там начнем наши беседы. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я возвращаюсь на базу. Так и сделай. Пока будешь поймальчиком, я делаю все, что прикажет тебе мурон. И помни, сейчас он сильно не в себе. Так что не давай ни малейшей причины сомневаться в тебе. Это не досужие болтовня, вопрос жизни и смерти. Твоей жизни и твоей смерти. Понял? Понял, до встречи. Давайте продолжим уже в следующей серии. Чуваки, будем работать на муронам. И я дадим документы Сахарову. Пока, друзья. Огромное спасибо, что смотрели меня. Если вам понравилось это видео, то не забудьте обязательно поставить лайк. Подписывайтесь на канал до 4000. Ну, я уже, наверное, задолбал вас, да? Но до 400 тысяч осталось немного. Чекайте плейлист, если не смотрели остальные серии. И вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на скачивание мода также в описании. Еще раз спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok